Давайте поговорим на тему поиска. Мы вчера затронули вопрос, как себя включить в деятельность, как сделать так, чтобы у меня все получилось. Давайте я вам расскажу некоторую последовательность событий. У человека есть три уровня жизни, и они все очень сильно влияют на все. Часто мы недооцениваем эти вещи. Первый уровень психофизический. У нас есть психическое тело, там есть пять психических слоев, и если на них есть блоки, то это очень сильно влияет на восприятие человека себя. Фактически часто люди себя путают с этими блоками. Допустим, если есть какой-то серьезный блок, то человек начинает думать, что я вот такой человек. А если этот блок очистить, то тогда он уже переставит корбинировать. Эти блоки часто могут даже быть связаны с таким далеким прошлом, которое мы даже не понимаем. То есть есть пятый психический слой, самый глубокий. он очень сильно связан с моментом ухода из жизни, прошлой жизни. И формирование блоков на нем, оно происходит в момент рождения уже. И поэтому часто люди даже и не понимают, что они могут себя вообще по-другому чувствовать, особенно это касается лидеров. Допустим, у вас на пятом слое действие достаточно выдачный блок геномического напряжения. И он такое создает ощущение, что я не справлюсь с чем-то, не смогу. Это ощущение, оно уже с прошлой жизни с вами находится, потому что в момент смерти, в прошлой жизни вы не смогли справиться с тем, что надо было. И вы очень сильно от этого печалились, расстроились. Но, допустим, такие глубокие как-то вещи, кажется, что как это с этим вообще, что делать, как с этим быть. Как мы ехали вчера в Экописе, и одна женщина, она мне сказала, что у нее есть определенное заболевание, у ее сестры, и она что только не делала, и это заболевание невозможно вылечить. И это мешает ей в жизни, в работе. И я объяснил, что надо делать, и она мне пять раз спрашивала, ну, еще раз об этом. Причина, она не могла в это поверить, что вот это можно все убрать из него. Почему человек не может поверить? Ну, потому что кому придет в голову, что надо, допустим, четыре часа непрерывно ходить, семь месяцев подряд, вот вам, чтобы пробить вот этот голову. раз в шесть дней, четыре часа ходить надо, семь месяцев. То есть, ну, человек может там походить четыре часа, пару раз, и особо ничего не произойдет. То есть, вот эта вот психофизическая составляющая жизни, она очень сложная для многих людей, потому что ее фактически никто серьезно не исследует. И так как я вижу психическое тело, и у меня, в принципе, не сложно это все понять, тем не менее, пришлось много лет пройти вот весь жизненный путь, чтобы понять, почему во всех духовных традициях есть вот эти три вида аскез, есть неподвижное положение тела, допустим, православие, стоят неподвижное, когда был Сергей в посаде, на службе, мне сказали, «Не двигайся, тебе будет лучше, не двигайся». Там долго надо, не двигаться, больше часа. И это оказывается очень сильно коррелируется не только с концентрацией на духовном процессе, что очень сильно увеличивает концентрацию неподвижного положения тела, а также и это колоссальное воздействие на психическое тело, потому что у нас есть статическое напряжение, которое дает человеку воздражительность, гневливость, обидчивость, неспособность, неспособность, отчаяние, вот такое чувство отчаяния. Когда человек не двигается, в неподвижном положении находится тело, его психика становится железобетонной с точки зрения принятия сухой. Вот. Длительное движение, полумущество, все какое-то полумущество. раньше особенно пешком люди ходили. Сейчас уже люди не понимают важности этого процесса. Или вот эти поклоны тоже с точки зрения психофизического воздействия, это очень сильно упрекляет волю. Все длительные поклоны, допустим, я это называю для себя наклонами, я сегодня 216 раз сделал наклон. Зарядка у меня такая. Вот. Это очень сильно помогает. И поэтому очень важно понять, что когда ты себя формируешь как лидер, то если ты эту тему не затронул, то вероятность того, что ты будешь успешным, очень низкая. Потому что вот эти все блоки, они мешают им сильно. Человек не может проиграть лидерские качества, потому что у него где-то зажим, он или нервничает в беседе с подчиненными, или не может отставить свои права, свою позицию, или он печалится, разочаровывается. Это все блоки. Так делаю. И если человек вот эту чистку начинает, то есть у нас есть методичка, можно это читать, можно очищать свое психическое тело. И через 5-6-7 месяцев качество жизни меняется очень сильно. Люди, которые слушают мои лекции, они, если сильно глубоко так разобрались во всем, то они прямо четко понимают, как это происходит. Почему в древней культуре люди совершали аскезы с целью достижения каких-то благ для себя? Это элементарная вещь. Как одна женщина на лекции услышала, что у меня динамический блок, который мешает выйти замуж. Буквально ощущение, что она не может выйти замуж, что у нее нет препятствия не дает ей выйти замуж. И она в Питере со мной побежала рядом и плакала просто в ЭНГП. Я говорю, ну, идите помедленнее. Она говорит, я хочу с вами пробить пробить плов, хочу победить судьбу. Блок был на 4-ом физическом слое, то есть она бежала со мной 14 километров. Потом, когда я сказал все, пробили плов, она потом пошла уже. Но она просто реально первый раз в жизни пробежала такое расстояние, потому что она почувствовала и поняла, как это работает. Вот. Это важно знать. Вот, допустим, у вас препятствие, вы не можете включиться в действие. Это динамический блок. С точки зрения судьбы идет плохой период, но с точки зрения вашей физики, что в это время надо начать пробежки делать. Надо пробивать это все. Блока находится на третьем психическом слое. Это значит, что если вы в среднем темпе, как я бегаю, будете бегать 66 минут, 3 слоя пробивать, то вы гораздо легче перенесете то, что происходит и гораздо быстрее придете к результату. Понимаете? То есть сами при себе аскезы очень хорошо помогают решать вопросы если ты знаешь, что именно надо делать. Здесь все очень просто. Если человек в деятельности не имеет успеха, надо сесть и подумать, что у меня, какие ощущения. Если у меня ощущение раздражительности, обидчивости, я раздражительности, это длительное движение. Если я разочаровываюсь себе, не люблю себя, чувствую, что я не способен, значит, пост или солнце. Вот здесь, допустим, понятно, в России, там у солнца есть определенный момент включения. Вот допустим, вчера я наблюдал, когда восход шел, чистка не сразу началась, но солнце под определенным углом, когда оно вошло, тогда ты чувствуешь нагрузку солнца, и в это время, когда ты чувствуешь нагрузку, начинается очищение организма. Солнце чистится очень классно, это прямо такая милость. Я вчера на пять слоев стоял в воде, и в солнце как бы одновременно обговорил, эта чистка прошла, и это мне помогло ретрит проводить потом. вот, два с половиной суток это максимум очищения всего психичства и его больше не надо проснуться. Есть простой пост на зелень, когда человек только зелень есть, его тоже очищает на зелень. С одной стороны его питает, а с другой стороны чистка. Это называется пассивный пост. Мне это легко переносить, если человек привыкнет просто лист салата или шпината на блендере взбивать вот так вот пить, то можно привыкнуть суток и спокойно даже боя суток на этой жидкости существовать. Силы есть, работоспособность есть, и одновременно и отновременно чистка. Классная вещь. Ну то есть надо следить за собой, чего тебе не хватает. Что у тебя там внутри? Плохое настроение, пост, раздражительность, статика, вода, не хватает препятствий какие-то в жизни, длительное движение. Это надо усвоить и постепенно ощущение, что я вот такой человек, что у меня всегда не получается, оно проходит. Просто от аскезы. Просто от аскезы. Потом вторая вещь, которую нужно делать, всегда лидеры, это знание о бескорыстии. Потому что самое страшное для лидера это не неудача, это успех. Как только идут деньги, сразу жадность начинает просто человека уничтожать. Я много раз это видел. Меняется восприятие мира, меняется сознание, человек становится циничным, начинает как бы в свою сторону крестить. Как только жадность увеличивается, надо вот здесь тоже это аскезы себя заставлять. Надо себя заставлять помогать другим людям. Ну самый простой конечно давать деньги, но деньги это зло, они могут использовать неправильно. Ты допустим нищему даешь вызову, а деньги ты за это больше отвечаешь. поэтому можно пищу давать нищим, деньги давать людям, которые хотят использовать для блага, для служения Богу. Можно помогать людям добротой. Некоторые думают, мне нечем помогать, мне самому нужна помощь. Помогайте добротой, смотрите по-доброму на людей, прощайте. Их недостатки надо переварить, учиться. Рядом с тобой есть человек у него недостатки. Ну и что? Это его жизнь, это его отношение к Богу, с Богом. Почему мы страдаем от чужих недостатков? Потому что мы думаем, что это мое. Мы начинаем на себя брать, а на самом деле пойми, что ты здесь или можешь помочь, или не мешать. Два варианта. человека есть недостатки помоки или не мешай. Не мешай означает отдай Богу, скажи, это его отношение с Богом, его жизнь. Потому что мы себя не понимаем глубоко, не знаем насколько сильно он нам помогает, насколько у нас самих там дерьма. Никто не знает, это очень сложно понять. И если человек начинает вот эта доброта означает дать человеку возможность жить дальше, дать ему возможность развиваться. Не судьи. Просто ты будешь с ним общаться или нет, все зависит от того, как он относится к заповоду. если он перешагивает все надо подальше потому что он сам не вернется назад если он не раскаянется. А когда вернется можно пробовать. Потому что даже если человек возвращается назад его эта черта все равно тянет назад. Человек изменил ему очень трудно потом нормально жить. Если человек ворудит очень трудно. Обманывает кривиту разводит. Все это приводит нежелательным последствием поэтому руководитель очень четко должен понимать где черта. И он сам должен никогда ее не переступать. Допустим бизнесмен он должен знать черту по прибыли. И черту налогов тоже. Любой человек должен знать черту налогов. Если ты чувствуешь что ты обманываешь государство то великий дни государство великий тебе потом не обижайся. Или чувствуешь что ты обманываешь людей прибыль больше берешь не обижайся потом. Поэтому здесь нужно чувствовать эту черту. С другой стороны бизнесмен должен брать столько сколько нужно проразвить перед. Он должен знать четко и там и там это сердце подсказывает. И вот сейчас ты думаешь а сколько у тебя сердце спокойно. Вот сколько прибыли берешь сколько сердце спокойно. Чуть жадность почувствовал убери это лишнего. почувствовал что тебя обделяют чуть прибавят. Но надо всегда понимать что Господь всегда дает обратную связь. Допустим у тебя продажи не идут это значит что или жадность сейчас тебя обуяла или она пришла с прошлого. Потому что когда человек в прошлом жадничает у него продажи могут тоже идти. Может он сейчас все нормально делает. Тогда все равно надо больше добрых дел делать и добрые дела разные бывают. Например если ты помогаешь людям в их нужде тогда тебе придут деньги. Если ты помогаешь людям в их статусе в жизни связи например когда придет власть. Ну то есть ты помогаешь людям устойчиво жить устойчиво знакомишь их с кем надо в том числе женишь людей помогаешь замуж жениться это влияет на власть а когда человек проявляет 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 в целом очень большую открытость ко всему он старается принимать все духовные традиции с любовью принимать все нации принимать все народы с любовью все народы с всеми преподатами принимать заповеди вообще волю Бога в целом по отношению к этому мирозданию и к земле и к людям то он получает славу слава это значит это самое сильное и опасное достояние слава это означает что у человека от Бога есть приоритет ну то есть слава может идти из прошлого есть то есть много музыкантов известных это значит что этот приоритет был прошлый некоторые люди неправильно пользуются славой потому что это самое опасное приобретение огонь вода и медленные трубы огонь это неустроенность жизни невозможность достичь успеха вода это когда успех пришел это деньги они вытекают все время ты их не сможешь удержать если ты начинаешь барахтаться там пытаться сильнее плыть ты скорее утонешь чем добьешься а медные трубы это слава медные трубы это не то что мы сами прокрулили это Господь нас хвалит то что мы делаем Он любит славить а мы Его славить не любим еще слава приходит к тому что кто перестает думать о себе в жизни постоянно не по своей жизни постоянно думает 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 а когда человек смело так начинает жить он перестает думать о своей жизни и постоянно славит Господа за все благодарит тогда ему приходит слава эти три состояния они всем нужны но приоритетно власть нужна руководителям деньги нужны бизнесменам а слава нужна людям которые дают знания это инструмент человек должен понимать что это инструмент но есть люди которые хотят славы они для славы живут это глупость это означает что ты перекутал цель со средством цель это сделать так чтобы быть счастливым все должны стать счастливыми настоящее счастье оно находится не в моей воле счастье это удовлетворение Бога когда Господь удовлетворил сердце это самое глубокое бесконечное радостное счастье поэтому цель человеческой жизни это сделать Бога счастливым в своем сердце и если человек это понимает то он делает все чтобы Бог был счастлив и тогда он получает очень счастливую жизнь есть еще другая часть это счастье покоя достатка это счастье очень опасное потому что если сильно к нему стремиться то ты не можешь и решаешься вот допустим ты решил себе получше квартиру и всю жизнь пашешь ты в этой квартире не находишься ты на работе находишься ради этой квартиры ты потерял квартиру ты решил побольше допустим сна и потерял здоровье ты решил себе много пищи и потерял всю жизнь потому что пища сокращает лишнее под продолжительность жизни ты решил себе побольше допустим безопасности и пришел в зону опасности ну допустим взять людей очень влиятельно они постоянно клое с телохранителями и даже просто так протокнуть невозможно надо все продумывать чтобы никто ничего с ними не сделал ну то есть получается вот это вот стремление к счастью комфорта уюта блаженства которые все стремятся в этом мире это стремление абсолютно глупое потому что эти вещи приходят из благочестия просто человек добрые дела делает и он получает хороших друзей получает связи возможности деньги приходят легче квартира там все остальные вещи приходят само собой всегда в жизни я проводил такой эксперимент у меня в Москве там тысяча человек на лекции сидит я спрашиваю кто из вас сильно постарался так включился так напрягся и получил себе квартиру и там ну подняло там допустим сто человек я говорю а кто из вас вот так просто жил и получил жилье само собой как раз ну между делом и подняло пятьсот человек представляете какая разница все равно хоть ты пошив хоть не пошив приходит время ты получаешь мужа или жену приходит время ты получаешь жилье но если ты хочешь получить пораньше то вылезет геморрой ты получишь но при этом будет еще геморрой и ты получишь не то что тебе подходит а ты поторопился кто-то хочет раньше жениться кто-то хочет раньше квартиру себе иметь там еще что-то все должно приходить в свое время а время означает количество благочестия поэтому есть аскезы которые дают человеку возможности в жизни есть благочестие это внутренняя работа постоянная работа над своим восприятием мира не судить людей прощать терпеть принимать проглатывать несправедливость благодарить Бога в отношении с Богом некоторые люди думают там я уже почти люблю Бога там на стадии любви Бога это такая глупость ты научишь благодарным сначала ему быть потому что пока ты ропщешь никаких отношений глубоких с Богом не будет потому что ты даже не принимаешь то что он тебе дает о каких отношениях прежде вообще можно быть благодарность означает славить Господу поэтому Аллилуйя Альхамдулилия это основные молитвы во всех традициях и Бога люди об этом тоже забывают они понимают что надо сначала научиться благодарить и славить Господа а потом уже дальше двигаться в отношении с ним вот поэтому социальный слой жизни для лидера очень важен если человек социально слабый а социальная слабость не означает что он бег социальная слабость означает что он не умеет по-доброму относиться к людям не умеет славить Господа не умеет уважать кто такой правитель допустим в стране или на заводе кто это такой ставленник Бога у Бога есть власть вы знаете что это ему принадлежит все некоторые люди говорят здесь правители денег там все делают кто здесь все делает у него есть власть как он создает власть власть остынет из ниточки вот он ставит правителя правитель ставит себе под себя людей те ставят под себя людей это связи отношения одно чем они основаны на верности если человек чувствует Бог чувствует что этот человек верен вот этой стране он эту страну будет защищать каждая страна как организм отдельно и у нас защищает поэтому иногда организмы между собой воюют на чьей стороне на чьей стороне от какого организма будет Бог вот этого и того а боль а боль я когда молился и видел когда люди воюют на разных странах доблестные воины и там и там идут в праве у Бога нет приоритетов между теми кто воюет но победит тот кто ближе к правде ну то есть все равно и те и те для Бога одинаковы у него нет своих чужих понимаешь вот и если ты это понимаешь тогда ты понимаешь больше конечно правитель должен защищать свою роду и он должен и люди которые патриотично настроены они должны защищать организм в котором они живут но есть должны быть еще люди на земле которые должны быть выше они должны защищать мир потому что сейчас такая ситуация особенно сейчас раньше кого не было на земле что разжигание конфликта приводит к уничтожению планеты и поэтому очень много должно быть людей которые должны прямо за мир молиться они не должны быть настроены на стороне кого-то а просто за мир и все религии сейчас должны объединяться в этом вопросе не то что мы за мир христианский мы за мусульманский мир мы за еврейский все должны за общие молиться потому что земля стала маленькой мы если разделяемся то разделение приходит к дальнейшей вражде вот сейчас если взять эту войну допустим она религиозна это не война по территории конечно территории тоже имеет значение но это религиозна война перестемляние сначала времен рождавали с евреями а перестемляние это палестинцы и татуи продолжаются они так и враждуются ничего не поменялось поэтому надо чтобы эта вражда она утихала в сердце и Иисуса пристания было своих чужих когда им евреи как бы сказали почему проповедуешь не нашему так где было когда хлеб он раздавал хлеба раздавал в это время произошло что там все пришли туда и он всем начал рассказывать разницы не было потом всех на поведет чужих не стоит но у него будет мнение чужих все дети бога все одинаковые поэтому как бы надо эту истину сейчас усвоить всем молиться за то чтобы был мир это чайная бог хочет войну или нет нет бог хочет мир почему нам так хорошо здесь в Дубае солнце светит воздух хороший вода почему спокойно умиротворим потому что здесь есть мир я просто только из Исраиля приехал там проводили ретрит во время ретрита было 6 бомбежек и те кто этот ретрит слышали они слышали что такое там происходит люди не уходили по мупежише молились вместе со мной я сказал я не иду выпить они тоже остались и разница между миром и войной заключается в восприятии если ты по-доброму относишься ко всем нациям народам верам тогда все вопросы решатся рано и поздно но если ты считаешь себя лучше значит решение не придет поэтому кто-то должен за мир молиться кто-то должен воевать за свой организм патриотизм это энергия власти все люди которые должны быть власти руководители прежде всего они должны быть патриотами они должны воевать за организм и тогда и Бог поставит в эти структуры в эти ниточки если человеку все равно что будет в стране и он думает я хочу быть депутатом или директором завода ничего не получится организм отвертник такого человека он должен быть в структуре в структуре ценностей защиты страны такой человек должен это защита нравится Богу все люди которые защищают родину они идут правильно это бедовь для Бога но нравится Богу поэтому если вы хотите власти то вы должны принять культуру один человек в материи спрашивает я что-то не могу здесь у меня бизнес не идет я говорю а ты уважаешь мусульманскую культуру он говорит что-то не очень ну как у тебя здесь бизнес у тебя по завтраку будут все пакут плохо они тебя будут отвергать или в России допустим если ты не уважаешь православную веру тоже у тебя не будут успехов поэтому в каждой стране есть культура есть вера это все тоже связано с властью если вы хотите где-то в какой-то стране иметь силу надо уважать культуру уважать уважать нацию в основном веру уважение означает видение как хорошего видение хороших качеств весь этот мир прекрасен везде есть хорошие качества каждый Бог дает веру каждому народу соответствующему качествам мусульманин нравится с Богом проявляет героизм в отношении сильную такую преданность героизму доблесть поэтому они говорят Аллах ба-ба-ба-бар то есть Бог велик они его возвеличивают они сами становятся великими у них самые красивые города становятся такие величественные тамары все величественное одежда величественная мусульманская культура у нас вопросы ответы они ничего не спрашивают что у них есть один вопрос есть давайте в первую очередь гости с командой посадочный поэтому прими культуру и тут будет власть если хочешь здесь это очень важно потому что если ты основываешь этих фундаментов не принимаешь то тогда не будет власти власть это ниточки которые Бог создал и в каждом месте эти ниточки должны быть соединены друг с другом им ты говорят мы оппозиция и мы тоже хотим власть ничего не получится власть это не оппозиция это ниточки созданные Богом поэтому была царская власть раньше и люди думают а почему именно он должен править потому что его выбрал Бог вот очень именно он ну то есть сейчас мы убрали царя но от этого ничего не поменялось все равно есть царь у которого есть ниточки связи просто проблема заключается в том что когда царь меняется новые ниточки и потом это 10-15 лет надо опять заново создавать вот во что мы видим поэтому если брали допустим демократические страны они говорят у нас демократия у нас нет царя они очень хитро придумали у них все административные должности занимают одни и те же люди это все не меняется верхушка меняется то это партия правит а все кто управляет остаются те же люди вот и все вот вся демократия все то же самое только более хитро чтобы люди не понимали вот поэтому все это надо знать что власть это ниточки в которые если ты хочешь чтобы Бог тебя выбрал уважает все в кусок не будешь уважать и вы это Бог выбирает людей ты хочешь управлять Бог тебя выбирает хочешь давать знания хорошо давай такое знание которое Богу нравится и тогда будешь давать знания один человек ко мне подошел и говорит как себя раскручивают инстаграм и туб я тоже лектор я хочу тоже чтобы много людей ко мне пригодило я говорю я никак себя не раскручиваю много лет я просто лекции раздавал люди не слушали он ничего не помнит он говорит ну а вот ты раздаешь а как они тогда зачем они к тебе приходят у тебя же все в интернет есть зачем они приходят на лекции я говорю соскучился он такой пули пошел я ничего не поняла не вчера да вы все нападали на вас мы с вами нападали да все мы спросили про вашу линию жизни но вы еще не сказали про линию аскезы что это значит линию аскезы это сколько человек может какая сила аскезы у человека заложено уже открыл вот один человек может бегать быстро и долго и быстро может научиться другому надо много времени вот если линия глубокая сильная значит ему легко аскезы совершать да если линия слабенькая то тяжелее я как когда он на старом подошел говорю вы постраду вы разбираете все разбираете покажите мне мой судьбу он говорит вот смотри видишь ты аутлиния от жизни аутлиния от комбая не сигарет ладно вы во многом на него ответили вопрос заключался в том мы хотели поговорить о том как быть ресурсе и как вашими словами не выгорать я хотел бы дополнить как часто приходится какие-то деловые встречи или иметь дело с деньгами ночью, вечером по роду деятельности это не совсем правильно у меня есть один высокопоставленный знакомый он мне говорил мне приходится иметь дело в бане заключать договора и там проститутки а я не хочу а я хочу все равно быть у руля что делать я говорю а просто возьми помолись Богу и Бог тебе разрешит без бани знаете у него все получилось вот все кто хочет с ним взаимодействовать и его стали больше уважать просто и все понимаете все в ваших руках если вы хотите у вас тут вся деятельность только днем просто Бог всегда вас будет испытывать и будет давать вам возможность совершать глупость потому что вы же не хотите быть лидером а лидер это тот кто сам должен кумекать своей головой потому что ему еще за других придется кумекать не только за себя поэтому как бы up to you как говорят если хочешь по ночам продолжительность жизни сокращается концентрация внимания сокращается интуиция сокращается здоровье улучшается нервозность увеличивается и как ты будешь заключать сделки извини без интуиции без концентрации без самообладания спокойствия как никак это самое планирование когда это получится утро да конечно когда солнце восходит все знания человек получает и это надо же знать как день устроен это Бог его так устроил утро это то что человек Бог дает утром все утром это то что время когда человек получает милость надо молиться с утра планировать с утра зарядку с утра все это с утром день для работы вечер для отдыха для семьи для любви для отношений если только так и делать несмотря ни на что то будет хорошо вот да а это уже называется знанием то что вы сказали вот и проверь жить с позиции знания если ты делаешь все правильно то будет хорошо как Бог тебе дал показал как делай если будешь зарядку вечером делай с утра работать днем скроет отношения с женой то все будет наоборот день это день напряжения время напряжения решать вопрос надо в расслабленной атмосфере по цветам луны день промчался незаметно выпит до дна день промчался как бы в небе луна в лунном свете чище краски снижусь свитут просты стали нежнее и прекрасней цветы то есть луна луна цветы цветы как часто в жизни не хватает друзей доброты почему не хватает потому что не под луной делаешь луна дает друзей и доброту днем работать утром развиваться утром это день милости время милости ночью спать еще ночью зачинают детей святот зачинают вечером дети рождаются психически больными рано утром чувствительными днем болезненными а ночью здоровыми бремя это очень сильная штука не надо с ним миграцию можно получить проговорить ему надо следовать да у меня был вопрос когда миновал кризис уже все хорошо а растраченное я боюсь что я сейчас приеду и вновь почувствую какую-то просадку и не хватит им сил потому что вы женщина а женщина имеет коллективный разум и женщина лидер должна никогда не оставаться одна у нее должна быть такая прогрессивная тусня в которой она постоянно развивается варится ей хорошо и она тогда никакой просадки никогда не будет вот у Ани допустим у Лены нет просадки они сюда приехали там здесь жара туда приехать тоже будет жара постоянно контакты с людьми общение и они очень счастливы у них нет просадок а если у вас просадки значит у вас не хватает подружек которые идут таким же и надо чтоб можно на практику на практику приходить общайтесь вы любите шашечные молодцы и все на руках и все на руках может быть может быть вообще мне показалось что есть у вас святого дома конечно надо просто рожать и сидеть дома но это женщина в принципе у каждой женщины все равно есть ну как вышивать не не просто давайте представим вы дома на работу ходят а если вот это может и не хочется работать на работу видите у вас с каждой женщиной соревнуется природа женская они очень разные и лидерская они разные женская природа да надо сидеть дома а лидерская природа да сколько ты дома можешь просидеть тебе же надо что-то делать иначе ты с ума сойдешь и эти две природы надо все принять одна женская надо детьми надо счастье семья и вот и просто помолитесь и подумайте а вы можете только дома сидеть и на работу можете у меня есть два разрушенных мною брака и у меня нет перекос и ну два разрушных брака это нормально это значит что вы живете не